Как отметил Сергей Цивилев, в настоящее время ведется самая настоящая кибервойна. На людей оказывают колоссальное психологическое давление. И все средства, отправленные мошенникам, идут на обстрел мирных территорий. Почему мы так жестко должны относиться к этой ситуации? Какие последствия от этих финансовых мошенничеств, как это работает против наших военных, и что за эту каждую копейку, переведенную туда, потом рассчитываются мирные жители новых республик и Белгородской уже области, и других прифронтовых областях России, рассчитываются кровью. И рассчитываются кровью наши воины. В заседании приняли участие глава Горловки Иван Приходько и известный военный журналист Юрий Подоляко. Сбор средств сегодня одна из основных задач Центра информационно-психологических операций Украины. Около 80% дронов покупают на внебюджетные деньги, в том числе те, которые перечислили обманутые жители. А по поводу финансирования, я думаю, все знаете аббревиатуру ЦИПСа. Она реальная организация, которая создана на Украине. Центр специальных психологических операций. И одним из элементов работы у них является обман людей. Сейчас у них операция, в том числе одна из важнейших операций, это сбор средств. Проводился анализ вот этих всех интернет-мошенников. И в конечном итоге, конечными бенефицарами становились украинские потребители. Потерь мы уже имеем 160 погибших, больше полутора тысячи раненых и 15 тысяч обстрелов с начала СВО. С 24 февраля 15 тысяч. На заседании штаба было отмечено о необходимости усилить совместную работу МВД и всех банков региона. В Министерстве финансов предложили также ввести анкетирование и опросник при выдаче кредитов, в том числе онлайн. Вопросы позволят выявить, что клиент находится под чужим воздействием. Банкам также рекомендовано на постоянной основе оповещать клиентов о новых способах мошенничества. Продолжатся профилактические мероприятия в вузах и колледжах. Анна Кириллова, Риоленинск.